Пока оперировали, нас лупанули градами. Несколько раз накрыли, прошла колонна вражеской бронетехники, а потом гинекологию обстреляли из автоматов. Хлопец сейчас на дофамине, большая кровопотеря. Бежим все на полу, обстреляли из автоматического оружия. Здравствуйте. Мальчик? Мировой, дружелюбный, военный. Доктора, молодцы. Мы находились как в информационном вакууме, так и без связи, без ничего. Мы не знали, что вокруг происходит. После 3 марта, после обстрела, я вышел на улицу посмотреть, что там происходит. И увидел, вышел на улицу, смотрю, едет машина. Я еще так удивился, еще нашелся какой-то смельчак, который рискнул выехать на машине. Привет, дружище. Нам надо хирург. Слава Украине. Преподобник, слушаю вас. Это вы? Да. Надо в роддом срочно, там, в грудную клетку. Попадание, да? Да. Наш? Наший. Наший хлопец. Поехали. Ну, это был достаточно большой риск уже проехать по Урзалю на машине. Вот. Мы проехали уже на территорию роддома. И вот первый раненый, Саша, уже, я уже не помню, лежал он уже на операционном столе, или мы его уже подавали, уже как бы не помню. Ну, вот это ранение в позвоночник. И вот это был первый раненый, которому пришлось оказывать помощь. Ну, когда я сюда выезжал, я имею в виду вот в роддом, я как бы не думал, что это затянется. Ну, я еще Валере говорю, Валера, ну, прооперирую, говорю, а потом, говорю, ты меня обратно завезешь? Он говорит, да, говорит, завезу. И все. И мы как заехали сюда 3 марта и вышли с супругой ножками домой только 11 марта. Это территория нашего роддома. Расскажу за вот эти машины. Это машины, люди самостоятельно на этих машинах приезжали к нам. То есть проезжая русские блокпосты, при том все машины были с белыми повязками, с белыми флагами, но все машины расстреляны. И что самое характерное, все машины были расстреляны сзади. Вот парень, это Вольцваген, все, что от него осталось. Они пытались вырваться из города Гастомель, проехали блокпост русский. Один блокпост их пропустил. Сказали, проезжайте. Они шли на эвакуацию. Ехал он на эвакуацию, ехал со своей собакой. Один блокпост его пропустил. Второй блокпост на подъезде начал расстреливать. Он вышел из машины, поднял руки, сказал, я хочу выехать. Они, русские, начали стрелять по нему. Он не заглушил машину, и машина, как он вышел, поднял руки, машина катилась еще. И он успел прыгнуть в машину, наступил на газ, проскочил блокпост. Они расстреляли машину в спину. Это как раз тот случай, когда человек родился в рубашке. В него попало около пяти пуль. Дело в том, что у него сзади была собака. На заднем сидении собака приняла на себя весь удар. Собака погибла, но все пули, которые могли попасть в него, собака была на заднем сидении за его спиной, за его спиной. И собака приняла на себя весь удар. Допустим, последний день эвакуации был 11 марта. На тот момент машины были целые. Видимо, было попадание снаряда. Вы видите разрушенное здание, это погреб, а это была прачечная. Видимо, было прямое попадание снаряда, загорелось здание, и пламя, наверное, попало, перешло на машины. Потому сейчас вот они в таком состоянии. Значит, это наша операционная. Сюда поступали, через это отделение поступали, и вот всех раненых мы оперировали здесь. Что было у нас в первый день, это сильный обстрел был. Сильные обстрелы, даже будучи у нас русские, колонна русских, стояла вот тут варшавская трасса рядышком, буквально тут метров пятьсот, ну, километр. И вся колонна их не оставила здесь. И уже кто, ну, скорее всего, наши лупили по их колонне. И мы стояли в операционной, и градами ложили. То есть обстрел был достаточно мощный. Ну, все падали на землю, скажем так, прямо за операционным столом там приседали. Вот, потом, когда там, скажем, обстрелы прекращались, мы снова вставали, продолжали работу. Поселок, я не помню откуда, они пытались эвакуироваться. Им кто-то сказал, что у нас формируется колонна на эвакуацию. Он нарисовал на машине дети, на своей машине. Со всех сторон нарисовал дети. Повесил на машину белые тряпки, белые флаги, и пытался сюда проскочить. И машину расстреляли. Машину расстреляли, и он вез дочь, и пуля попала в голову ребенку. Я когда пришел, правда, девочка лежала у нас в палате в роддоме. Вот это для меня было эмоционально тяжело. Вот, мало того, что это, скажем так, ранение головы, то с чем, допустим, я практически в жизни не сталкивался. Во-вторых, это ребенок. То есть, вот тут мне было тяжело себе приступить, так как больше хирургов здесь не было. Мы делали ей перевязки, опять-таки поддерживали ее гемодинамику. Вы же понимаете, что один день тут у нас в эвакуации, он был таким длинным. Это не один день в Ивано-Франковске, где-то в Киеве, там даже в Тернополе или там в мирном городе. Один день здесь это была, ну, вечность. Тут честно вам скажу, это вечность, переходящая в вечность. Опять вечность, переходящая в вечность. В каждый день, день в день, это как вечность в вечность. Мы очень тяжело, вот каждый день эмоционально было тяжело переносить. Я прекрасно понимал, что мы как бы работаем не в мирных условиях, не в комфортных условиях, но здесь больше как-то вот внутреннее понимание того, что ну а кто, если не я или кто, кроме меня. Больше, в принципе, и некому здесь было. Вот. То есть это как-то, во-первых, профессиональная какая-то обязанность, человеческая обязанность. То есть, скажем, какой-то долг перед страной, в конце концов. То есть мы все должны были этого... Ну, раз мы попали в такую ситуацию, то мы должны были достойно как бы ее пройти. И я уже как бы говорил, у нас все прошли ее достойно. У нас все врачи никто не... даже слабинки не дал. У нас роженицы держались мужественно. У нас мамы держались мужественно с маленькими детьми. Вот. Это было тут сколько там, грубо говоря, ну две недели экстрима. И ни один человек не загонилил, скажем так. ВОЛНЫЙ КУРЫ НОВЫХАЛИ